Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Буханова на канале Мастер Своего Дела. Сегодня одно из моих любимых видео, можно сказать. Сегодня мы заготавливаем ягоды на зиму, сохраняем вкус и пользу. Как по мне, такие заготовки намного полезнее, чем варенье или джеб. Хотя и то, и другое нужно все-таки делать, ведь зима длинная, а хочется вкусненько и сладенько покушать. Ну что, давайте не будем медлить, а приступаем к заморозке. Вишню нужно обязательно хорошо промыть и залить водой, хотя бы минут на 30. Просто если какие-то червячки что-то есть, то все это всплывет наверх. Вот так я залила вишню водой. Сейчас полчаса примерно пройдет, я еще хорошенечко вымою вишни и переберу. То есть, если какие-то порчены, я их просто-напросто удалю. Малинку нужно перебрать и хорошенечко вымыть. Смородину нужно хорошенечко вымыть, убрать лишние веточки, листики, в общем-то, избавиться от мусора. Те ягодки малины, которые более упругие, я отправляю в заморозку целиком. Просто перекладываю в пустой контейнер, заодно сортирую ягоду. Та малина, которая где-то мятая, где-то не очень презентабельный вид имеет, я отправляю в чашу блендера. Вот этот контейнер с цельной ягодкой я сейчас прикрываю сверху пищевой пленкой, можно крышкой, если есть крышка от контейнера. Вот так оберну, так будет надежнее. И убираю в морозилку. Буду перебирать малины далее. Вот эту малинку в чашу блендера я сейчас превращаю в однородную массу, то есть перемалываю. Пока сюда ничего добавлять не буду, эту порцию малины я хочу сделать просто так, чтобы было одно малиновое пюре. Готовое пюре переливаю в пустой контейнер. И убираю малиновое пюре в морозилку. Можно сделать точно так же, но с добавлением сахарной пудры или сахара, чтобы был просто вкусный ягодный такой десерт. Сладенький. Сейчас я хочу перемолоть пюре часть малины вместе с апельсином. Также сюда добавлю сахарную пудру для того, чтобы было сладко. Вымытый апельсин нарезаю на кусочки вместе с кожурой, то есть я его не чищу. И теперь к малине добавляю апельсин, сахарную пудру по вкусу добавляем, я ложечку добавлю, а вы уже смотрите сами. Кто-то любит сладкое, кто-то нет. Всего три ингредиента, но это действительно очень вкусно получается. Можно даже есть сразу после приготовления, не обязательно замораживаться. И превращаем все это в однородную массу. Здесь будут попадаться небольшие кусочки апельсина, но от этого только вкуснее, поверьте. Обязательно сделайте такую вкусняшку, если вы еще не пробовали. Вот даже сейчас просто есть, то есть без какой-либо заморозки, вот просто покушать в сезон, действительно очень-очень вкусно, здорово. И перекладываем в контейнер. Отправляем в заморозку. Главное не забыть подписать. Вишню я также вымыла. Часть вишни буду замораживать вместе с косточкой, то есть вот так, как есть. Перекладываю в контейнер. И отправляю вишню в морозилку также. Прикрываю пищевой пленкой. Далее из вишни я выдавливаю косточки. Далее из оставшейся вишни я выдавливаю косточки. И отправляю саму вишню в чашу блендера. И перемалываем вишню блендером. При желании сюда также можно добавить сахарную пудру, либо сахар. Переливаю в контейнер. Здесь будут попадаться небольшие кусочки вишни, но мне так даже нравится больше. Прикрываю также пленкой и убираю в холодильник, точнее в морозилку. Еще из части вишни я удалила косточки. И вот так отправляю сейчас в заморозку. Перекладываю в контейнер. Можно пересыпать сахаром, можно оставить так, кому как нравится. И, конечно, не забываем подписать, чтобы потом не перепутать. Убираем в морозилку. Также для заморозки здесь я подготовила черную смородину, вишню, косточки уже удалила, лимон. И здесь у меня сахарная пудра. Что я сейчас буду делать? Вишня у меня уже готова. Я ее хорошо вымыла, косточки удалила. И сейчас пересыпаю вишню в контейнер для заморозки. Беру чашу блендером. Сюда я пересыпаю черную смородину и добавляю лимон. Здесь каких-то конкретных пропорций нет. То есть делаем по желанию на глаз. Самое главное удалить косточки. Они нам здесь ни к чему, только лишнюю горечь будут добавлять. Добавляю сюда сахарную пудру. Сахарная пудра также по вкусу. То есть кто любит сладкое, добавьте побольше. Кто не любит сладкое, можно ее вовсе не добавлять. И все это перемалываем блендером в однородную массу. Готово. Очень ароматная, аппетитная ягодная масса получилась. Берем вишню и теперь заливаем этой массой вишню. Отправляем в заморозку. Итак, давайте смотреть, сколько здесь ягоды я заморозила на этот раз. Здесь у меня пакеты с малиной. То есть прямо вот так, как есть малинка. Ягодка к ягодке. То есть видите, малинка плотная, упругая. Эту малину даже не я замораживала. Ее замораживала бабушка моя. То есть прям как только начался сезон, она мне сделала вот такую заготовочку. Очень удачно получилось. Поэтому сейчас я сразу ее убираю в морозилку, дабы ягодки не растаяли. Здесь уже я заготавливала. Все остальные заготовки вы видите. Здесь также малина целая, но она у меня в контейнере. Вишневое пюре, вишни без косточки, малиновое пюре, малина с апельсином. Очень вкусненько, кстати. Так, здесь тоже просто малинка. Контейнеры с черной смородиной. Два контейнера. Так, и здесь еще не успела застыть. Вишня, пюре из смородины. И лимона. То есть вот такой сегодня у меня набор. Вот такие заготовки ягод. Сохраняем вкус и пользу на зиму. Также у меня есть на канале другие видео заготовок, заморозок, в том числе ягод. В начале сезона я заготавливала клубнику, землянику. Можете посмотреть, у меня на канале эти видео уже имеются. И также старые видео с прошлого года и с других периодов, более ранних, тоже есть у меня на канале. Так что смотрите. Очень много вариантов, очень много способов. Мои дорогие, до сегодня все. Вот сколько у меня здесь заготовок в заморозку. Сохраняем вкус и сохраняем пользу. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Внизу в инфобоксе я оставляю вам две ссылки на мои каналы. Это канал о моей жизни Ирина Буханба и канал с простыми вкусными рецептами Готовим Дома. Переходите, подписывайтесь, я уже жду вас. Всем пока-пока, мои дорогие. Приятного аппетита. Готовьте с удовольствием.